Обращаюсь не только к тем, кто по эту сторону вот этого забора, который здесь уже стоит давно, но и к тем, кто по ту сторону забора остался. Почему он там остался? Ну это же ужас пройти сквозь рамки. Это же уже все будет терроризм. Если вы пройдете через эти рамки, все, вас внесут в списки черные, завтра точно арестуют. Как раз к Новому году будет подарок семье. Вот поэтому вы по ту сторону баррикады, а мы по этому. Мы уже в списках, а вы еще нет. Но завтра вы не заметите, как вот эту баррикаду, вот этот забор перенесут куда-то подальше. Может быть перенесут за Садовое кольцо, а может быть окружат Кремль просто такой баррикадой. Вот то, что внутри в Кремле, это все будет правильно и законно. А то, что за пределами Кремля, все это будет терроризм, экстремизм. Все мы будем в черных списках. На самом деле мы уже там, просто не все об этом знают. Мы уже там, потому что наш народ, прежде всего русское большинство и другие коренные народы, предназначены для того, чтобы их уничтожить. Трудно себе представить, что за сумасшедшие сидят в этих кремлевских кабинетах, в администрации президента, в правительстве. Они что, в самом деле хотят уничтожить народ, от которого кормятся? В это трудно поверить, но это именно так. Именно так. И единственное, что научились делать эти люди за последние 20 лет, это врать так, что никакой детектор лжи их просто не зафиксирует. Для чего такая инициатива была? Детектор лжи поставить и чиновников всех начать проверять. Если не прошел, значит ты профессионально врать не готов, понимаете? Они все врут, но все до одного. Потому что последние годы их только так и отбирали. Чем больше негодяй, тем более вероятно его принятие на службу. И поэтому мы разделились уже совершенно четко. Есть чиновник, который враг своему народу. Любой чиновник. Даже если он приходит домой, он друг своим друзьям, он в своей семье живет нормально. Но народу своему на службе, он враг. И кто встречался с чиновниками, где угодно. В судье там, или в ЖЭКе каком-нибудь. Или вы пошли, я не знаю, какую-нибудь справку получить. Вы всегда напарываетесь на одно и то же. Чиновник ваш враг. Это ужасно, но это так. Мы позволили все это им сделать. Почему? Потому что мы проходим мимо. Потому что мы боимся чего-то. А вдруг что? А вдруг запишут нас там где-то... Расскажут где-то там на работе и так далее. И если вы боитесь, вы попадаете на праздник в гостях у сказки. А сказочником выступает президент Российской Федерации, премьер-министр, министры, фамилии которых вы не знаете, вообще не знаете, откуда эти люди взялись. А они все взялись из вражеских группировок. Все до одного. Там нет ни одного живого человека, понимаете? Они все как будто бы с Марса прилетели. И вот они это в гостях у сказки. Наш митинг должен был пройти завтра, в субботний день, когда много народу, люди свободны. А теперь вот люди не свободны, потому что им надо скорее домой. Закончилась работа, скорее домой. Потом наступил понедельник, скорее на работу. С работы, скорее домой. И все. Вся жизнь только в этом. Скорее на работу, скорее с работы. С работы пришел, телевизор включил, все. Мозги выключил, все в порядке. И вот нам сказали, что весь центр Москвы в течение полутора месяцев будет занят праздником в гостях у сказки. Как раз в этот период прозвучало послание Федеральному собранию от Всенародного избранного. Это тоже в гостях у сказки, потому что это тоже происходило в Кремле. Весь центр в гостях у сказки. А вот здесь реальность. Вот здесь реальность. За вот этим забором. Поэтому пожалуйте в реальность. Если вы хотите выжить в том кризисе, который для нас придумали эти люди, им же все мало. Им мало постоянно. Понимаете, это у нас кризис. А они компенсируют себе все затраты, которые у них появляются в результате кризиса. Ну доходы падают у Роснефти. Роснефт говорит, дайте мне из бюджета парочку триллионов рублей. Парочку триллионов рублей. Можете себе представить? Это копейки что ли? Я не понимаю. Или давайте, а что? Ну мы же щедрые люди. Давайте Узбекистану почти миллиард долларов спишем. С какой стати? Вы думаете, зачем они это делают? Просто списывают они деньги, которые мы заработали, вся нация. А забирают потом обратно себе частным образом. Они меняют государственные долги на частные доходы. И только так они действуют. Никогда иначе. И если вам говорят, вам повысят зарплату, вам пенсию, вам это, это, это. Черт отзыва, ничего они не повысят. Ничего они не помысят. В нашей реальности мы все это понимаем. А у них в гостях у сказки. Нам будут рассказывать, что мы, оказывается, в среднем по 71 году живем. Вы слышали это? Вы это слышали? Да медики знают, что мужчины едва доживают до пенсионного возраста. 60 лет. Едва-едва. А нам рассказывает, на всю страну президент, что мы живем в среднем по 71 году. Да где это видано? У него, кстати, и Корсуня чутилась в Крыму. И всякая прочая чепуха. Там, где надо было сказать 1,1, он сказал 11. Да это уже Брежнев в последней степени маразма. Понимаете? И нами эти маразматики правят. Бодрый, энергичный человек приходит. Это же он, бодрый, энергичный, весь истыканный ботоксом. Это бодрый, энергичный человек, который заботится о нас. Который Крым присоединил. Ура! А страна идет под откос. Нам что, это как гирю, что ли, привесили Крым? Да мы бились 20 лет, чтобы хотя бы внимание обратила кремлевская вот эта группировка на Крым, на Украину. Что надо сближаться, что надо подтягивать людей, что надо поддерживать русское движение. Что надо помогать русским политикам в Крыму и на Украине. Ничего они не делали все это время. Крым упал им в руки. И мы все должны счастливы быть от того, что олигархи увеличили свою территорию. Да Украина вся наша, понимаете? Вся наша, не только Новороссия и не только Крым. Украина вся, это и есть часть России. А если нас обманывают вот этими сказками, ура, мы взяли Крым. Позвольте, нам надо взять все. А если вам хватит одного Крыма, то нам-то не хватит, понимаете? Нам не хватит ни тех зарплат, которые платят. Нам не хватит того бюджета, который вы разворовали на три четверти, как минимум. Нам не хватит ничего из того, что вы делаете. Потому что все, что вы делаете, господа из правительства, все это нам враждебно. В каждом элементе, в каждом своем вздохе вы против своего народа. И вы лжете беспрерывно. Так что, друзья, давайте накануне Нового года проветрим свои мозги и скажем себе, что мы не хотим жить в стране, где вот эти сказочники, воры и изменники заправляют ситуацией. Мы должны жить в русской стране, изменников на Колыму. Да, может быть, это фантастика считать, что в Кремле должен сидеть русский царь. А так должно быть. Это меньше фантастика, чем выжить с этой поганой властью. Меньше фантастика. Поэтому надо вступать в русские организации. Вот здесь представлен целый спектр людей, которые пришли. Ядро актива. Вы все должны в них быть. Мы бы объединяемся, выходим на русскую конференцию, объединяем наши усилия, проводим совместные мероприятия. Люди, вы должны быть вместе с русским движением, а не ходить вот там, за барьером, понимаете? Не с работы на работу, потому что в конце вашего маршрута ваша смерть вас поджидает. И вы думаете, что она наступит в 71 год, как вам говорят? Она наступит гораздо раньше. И может быть, не по тем причинам, которые вы рассчитываете. Мы все, конечно, когда-нибудь умрем. Но как мы представим перед Всевышним, перед Создателем, что мы ответим Спасителю на суде, на суде Божьем, смотря в глаза смерти? Что мы скажем? Что было в прошлом у нас? Мы стояли за свою страну, мы стояли за своих детей. Или мы прогибали спину перед вот этой вот шушерой, которая залезла в Кремль обманным путем, которая нам сказала, что Конституцию они приняли в 93-м году. В то время, как проголосовала тогда всего треть, не больше, треть имеющих право голоса. А по закону только 50% давало возможность принять эту Конституцию. Они сказали, Конституция принята, нам наплевать на то, что там нарушен закон. Так они и живут. Закон они пишут для нас. И нас заставляют их соблюдать. А для себя они никаких законов не знают, ни божеских, ни человеческих. Поэтому люди, у которых есть совесть, должны объединяться в организации, должны поддерживать русское движение. И никакое другое. Не либералов, всю эту болотную сволочь. Не коммунистов, которые продали давно уже все на свете. Только русское национальное движение. И только оно освободит страну. Но для этого нам надо быть вместе. Быть вместе. Нас должно быть много. И тогда мы победим. С Новым Годом! Счастья всем! Счастья всем!